Тема очередной выставки театра, если точнее, театральной профессии, но не те, что на виду и всем известны. Экспозиция составлена таким образом, чтобы посетители могли узнать больше о постановщиках и композиторах, художниках по костюмам и гриму, осветителях и бутафорах. Одним словом, о тех, кто находится в тени, но незаменим в театральном закулисье. В театре, допустим, 150 человек работников. Из них 49 – это актёры и режиссёры. А 100 человек работает на то, чтобы они пели, плясали и мы им аплодировали. То есть об этих людях надо и знать, помнить. И просто это действительно очень интересная профессия. Это очень творческие люди, у которых всегда работают очень хорошее воображение, хороший вкус, хороший дизайн тоже, что в костюме, что в декорациях. И вот детям это интересно, потому что не все об этом знают. Принимать гостей директору музея Анне Ковалёвой помогают юные экскурсоводы. Им всего их в импровизированном штате порядка 10 человек. Мальчики и девочки, ученики 12-й школы максимально подробно изучают всю имеющуюся информацию об экспонатах очередной выставки и с удовольствием делятся ей с посетителями. Я рассказывала ребятам о художнике-декораторе и как он может изобразить свои мысли на макете, либо на листке бумаги. Это очень интересно. Мне понравилась профессия Бутафор тем, что он делает ненастоящие предметы, которые можно перепутать с настоящими. Я действительно думала, что там мало профессий совсем в театре есть. Оказывается, их очень много. И тот же самый Бутафор, это декораторы, это такие люди. Надо уметь быть такими способными людьми. Каждая выставка в музее Брест-театральной обязательно имеет свою фишку – какой-то необычный элемент. К тому же, в отличие от большинства подобных мест, здесь не запрещено прикасаться к экспонатам. В этот раз организаторы решили адаптировать остро модное нынче направление и организовали для посетителей квест-игру. Все уже привыкли, что в наш музей интерактивный, что в нем можно, допустим, что-то потрогать, поиграть с какими-то игрушками, как бы печатать на той же печатной машинке, написать что-то пером или померить какие-то костюмы. Но в данный момент, значит, здесь как бы таких предметов нет, которые можно поиграться. Поэтому мы решили сделать квест-игру, чтобы они просто поиграли, понаходили те предметы. На фотографиях есть предметы, которые из спектакля уже списаны, которые нам подарил театр. И эти предметы находятся в зале. Вот они, допустим, с фотографией ищут уже оригинал. Или, наоборот, с оригиналом они ищут фотографии, где есть сцены из этого спектакля. Юные гости экскурсией остались довольны. Мне понравилось сегодня в музее. Я узнала здесь много нового о профессиях парикмахера, художника по костюмам. Мне сегодня понравились костюмы, которые создавали на спектакле. К слову, «Тайны за кулисье» – 24-я выставка музея Брест-театральный. За 10 лет функционирования его посетители имели возможность не раз окунуться в прошлое, узнать больше о родном городе, познакомиться с культурой других стран. В год проводятся 2-3 обновления экспозиции. Такой ритм требует напряжения и сил. Однако останавливаться здесь не собираются. Говорят, еще есть, что показать и о чем рассказать. А главное, есть немало экспонатов, которые ждут своей очереди оказаться в центре внимания брещан и гостей города над Бугом.